Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр. На связи новости, а точнее даже не так. Лучшие игровые новости на просторах отечественного ютуба. Знаем не слишком скромно, но что поделать, держим себя в руках как можем, но получается все равно как обычно. А именно раскапываем на просторах поистине необъятного, самые актуальные новости нашей с вами развеселой индустрии. Сегодня в выпуске. Много интересного о Starfield прямиком от Тодда. Инсайды о новых Resident Evil, подробности от разработчиков Смуты и всякое разное от Microsoft. Пристегнитесь крепче и возьмите чего покрепче. Ну ладно, такое мы не одобряем. В общем, хорош болтать. Новоиспеченный шутер Трипанк 2, похоже, был весьма тепло принят журналистами, а также игроками, соскучившимися по динамичным перестрелкам. Игру еще до полноценного выхода нарекли духовной наследницей легендарный Фир. И хоть лично у нас, касаемо данного тезиса, есть пара оговорок, о чем спойлер, подробнее расскажем в грядущем обзоре. Поклонникам паранормального боевика от Monolith новинка зашла. Отзывы в Steam крайне положительны, а рейтинг на агрегаторе Metacritic застыл на отметке 76, что для шутера от разработчиков новичков результат вполне себе непостыдный. Игроки отмечают довольно удачную реализацию различных механик, подчерпнутых у знаковых представителей жанра и удачно смикшированных в одной игре. В том числе, герой Трипанк 2 может использовать способности для наиболее тактического прохождения уровней, а также ставить улучшения на оружие, что позволяет пройти уровень не только на пролом, но по желанию и по стелсу. В настоящий момент проект доступен только на ПК, но, судя по заявлениям разработчика и издателя, на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X и S игра тоже доберется, случится это ближе к концу года. У компании Microsoft продолжаются судебные тяжбы. Корпорация-гигант не прекращает попыток защитить свои права перед антимонопольной комиссией США, в контексте приобретения студии Activision, разумеется, для чего выбрала довольно любопытную стратегию. Представитель студии заявил, что в беспощадных консольных войнах компания уже однозначно проиграла, расположившись на третьем месте из трех на рынке приставок после PlayStation и Switch. По словам сотрудника Microsoft, компания имеет всего-то шестнадцатипроцентную долю рынка, в то время как ее конкуренты продолжают доминировать. Подобную жалостливую стратегию Microsoft неоднократно уже использовала ранее, в борьбе с различными регулирующими органами во всем мире, как в переговорах с Европейским Союзом, который таки одобрил сделку с Activision Blizzard весной этого года, так и с Управлением по конкуренции рынком Великобритании, которое отнюдь решение вынесло отрицательное. Издательский босс Bethesda Пит Хайнс затронул щекотливую тему эксклюзивности Starfield в рамках судебного процесса Microsoft и Федеральной торговой комиссии США. Космическая ролевка выйдет на ПК и консоли Xbox, что вызвало многочисленные бурные дебаты между пользователями консоли от Microsoft и Sony PlayStation. Игру несколько раз переносили, и на сей раз Starfield уже точно выйдет 6 сентября. Однако, если верить словам Хайнса, это было бы вовсе не так, в случае если бы игру делали еще и для PS5. Бизнесмен уточнил, что именно сосредоточение на меньшем количестве игровых платформ стало преимуществом для команды разработчиков, так как выход на нескольких платформах означал бы, что и времени бы ушло больше, и разработка стоила гораздо больше денег. Так что на подобного рода риски студия решила осознанно не идти. Что ж, теперь, вероятно, самое время узнать, что по поводу заявления господина Хайнса думают владельцы консоли от Sony, и как расценивать столь осознанный подход компании Bethesda. Так что если вы принадлежите к их числу, оставляйте свое мнение, ну или какое-нибудь послание заботливой студии в комментариях под видео. Так как релиз Starfield все ближе, тот, продав микроволновку Говард, создатель франшизы, разговорился не на шутку. Недавно разработчик принял участие в подкасте Kinder Funny Games, в рамках которой рассказал немало важных и интересных деталей. Что касается кораблей, биомов, а также напарников в игре. По словам Говарда, большая часть игры будет посвящена исследованию планет, и на каждой планете будут встречаться уникальные для нее биомы. Где-то по одной на одну планету, а на каких-то шариках их может быть и несколько. В процессе исследования игрок рискует столкнуться с неожиданными и опасными природными и не очень явлениями, такими как радиация или, к примеру, экстремальная температура. И неготовность игрока к подобного рода сюрпризам может обернуться довольно непредсказуемыми последствиями. У каждого растения или живого существа также будут свои особенности. Данные предстоит тщательно изучать, а впоследствии, при желании, на этом можно будет заработать. Например, продав эксклюзивную информацию заинтересованным лицам. Затронув тему компаньонов, разработчик заверил, что взаимодействие между ними будет гораздо более проработанным. Их можно будет назначить на определенную должность, впоследствии отдавая различные приказы. Но они могут оставить вас, если по каким-то причинам решат, что ваши действия для них неприемлемы. Возможность модифицировать корабли, пожалуй, не является ни для кого секретом. Однако тот отметил, что ворованные корабли необходимо будет зарегистрировать. Это необходимые условия для того, чтобы впоследствии корабль можно было улучшать. И закончил свой спич разработчик рассказам об аванпостах. Да, они в Starfield будут. Ведь у нас, как ни крути, современная игра, а потому необходимо, как водится, соответствовать. Сообщается, что разработчики вернут систему строительства поселений. Возвести его можно будет на любой из понравившихся планет и, по заверениям Говарда, аванпосты будут важной частью экономической системы игры. Игрокам придется мыслить нестандартно, использовать навыки персонажа и определенные ресурсы для возведения. А впоследствии можно будет создавать некие логистические цепочки между базами с разных планет. Но что делать, если старые игры уже надоели, а новые не радуют душу? В таком случае можно обучиться 3D-моделированию и самому создать игру своей мечты. И в этом вам поможет Nowhere School, где как раз проходит бесплатный курс по основам 3D-моделирования для игр. Курс длится всего неделю, чтобы любой желающий смог попробовать свои силы в этой сфере и добиться результата в короткие сроки. Продолжительность всех уроков всего 4 часа. При желании его можно пройти за день, а можно не торопиться и делать в своем темпе. За время курса вы подробно изучите интерфейс программы Blender, технику блокинга формы, научитесь работать с полигональным моделированием и созданием лоу-поли модели под игры, работать со светом и настройками визуализации, чтобы красиво подать модель. В итоге вы создадите свою первую 3D-модель персонажа. И все это абсолютно бесплатно. Даже программа Blender, которая используется на курсе, официально бесплатная. Конечно, за неделю невозможно стать профессионалом, но можно понять, хотите вы этого или нет. И если после создания топора вы решите развиваться в 3D дальше, вы сможете продолжать обучение на продвинутых курсах. Чтобы принять участие в курсе, а также узнать дату старта ближайшей группы, оставьте заявку по ссылке в описании, после чего вы получите все организационные подробности. Места на курсе ограничены, чтобы кураторы могли выделять достаточно времени каждому ученику. Поэтому спешите занять место в группе. Появилась новая информация о Resident Evil 4 из надежного источника. Как сообщает инсайдер Крис Маркс, игру могут представить осенью этого года. Предположительно, в октябре-ноябре, если быть точным, а полноценный релиз стоит ждать не раньше конца 2024-го. Предположительно, в игру вернется значительная часть старых персонажей, среди которых Клэр Редфилд, Джилл Валентайн, Леон Кеннеди и Крис Редфилд. Однако можно будет сыграть за неких новых героев во многих миссиях игры. Игра на сей раз должна сделать упор на экшен-составляющую, но хоррор-атмосферу разработчики сохранят, просто немного сместив с нее акценты. По словам инсайдера, сюжет по большей части будет вращаться вокруг персонажа Криса, а история Итана Уинтерса, прошлого протагониста, полностью, либо как минимум на какое-то время, подойдет к концу. Помимо прочего, Крис Маркс также сообщил о намерениях студии Capcom выпустить ремейки Code Veronica и Resident Evil 5. Вот это мы ждем. И прямо не отходя от кассы, детали о грядущем ремейке Resident Evil Code Veronica. Информацию об этом предоставил уже другой автор под ником idsetmat4604, да впрочем, не суть важна. Главное, призываем относиться к инсайду с определенной долей скепсиса, так как источник сомнительной надежности, хоть сам и утверждает обратное, заверяя, что вся информация, представленная ниже и с первых рук. Пользователь поделился деталями на форуме Reddit, где сообщил, что разработка горячо ожидаемого фанатами серии ремейка началась еще в 2021 году руками студии M2, параллельно с разработкой Resident Evil 4 Remake и Resident Evil 9. Ожидается, что именно эта часть подвергнется максимальному творческому переосмыслению. Ее продолжительность также станет гораздо выше – около 15 часов на полное прохождение, а многие локации будут переделаны до тотальной неузнаваемости. Среди прочего, знакомое игрокам вступление будет несколько расширено. В нем нам покажут исследования апартаментов Клэр, а также вторжение Клэр на базу Амбреллы и некоторые сюжетные подробности из предыдущих игр для лучшего понимания контекста. Также у Клэра Стива, еще одного играбельного персонажа, появится шкала тревожности. А новый вид растений, который планируют реализовать в ремейке, эту самую тревожность будет понижать до приемлемого уровня. Высокий уровень тревожности может привести к ряду побочных эффектов, мешающих прохождению, например, галлюцинациям и искаженному зрению. К слову, в недавнем интервью продюсер Resident Evil 4 Remake Йосиаки Хиробаяси заверил, что каких-либо конкретных планов по созданию ремейка Код Вероника нет. Однако в декабре прошлого года студия Капком заблокировала разработку фанатского ремейка Код Вероника, что нет-нет, да и наводит на некоторые мысли. Разработчики из студии Running with Scissors, что стали известны благодаря довольно резонансной в свое время серии шутеров Postal, посетовали на сайте распространители игровых ключей. Ранее сотрудники компании уже высказывали, что они против нелегального приобретения их продукта. Однако, если уж геймер и встал на пиратскую дорожку, то было бы справедливо подумать и об альтернативных способах поддержки разработчиков, в коих сейчас дефицита отнюдь не наблюдается. От Адавича студия также посоветовала отказаться от покупки игровых ключей на сторонних сайтах, так как способ получения ключей этими самыми сайтами довольно часто может быть не самым честным. Нелегально полученные ключи, по мнению РВС, источник получения прибыли для мошенников, поэтому лучше скачать игру бесплатно или же воспользоваться сервисами вроде Steam или GOG. Совсем недавно представители Microsoft уверяли, что возможная сделка между студией и компанией Octobliss не затронет политику распространения игровых продуктов последней и в целом не внесет изменений в привычный уклад компании. В качестве примера представитель Microsoft привел покупку Zenimax из студии Bethesda в частности. Мол, майки в дела вышеупомянутых компаний вообще не вмешиваются. Однако недавно стало известно, что грядущий экшен про Индиану Джонса, разрабатываемый студией MachineGames под руководством Zenimax, выйдет исключительно для ПК и консолей Xbox. Для этого стороны в лице Disney и Zenimax подписали соответствующее соглашение. Напомним, что изначально проект от разработчиков серии Wolfenstein должен был стать мультиплатформенной игрой, однако похоже, что факт сделки по обретению Bethesda компании Xbox ситуацию коренным образом поменял. Вот вам и невмешательство в дела приобретенных студий. И вот как после такого верить многомиллиардным корпорациям. В интернете появилась информация о том, что некогда популярная игровая выставка E3, похоже, все. Когда-то давно крупнейший ивент, посвященный видеоиграм, собирал тысячи людей и был главным мероприятием, к открытию которого разработчики и издатели готовили горячо ожидаемые анонсы и презентации ранее анонсированных проектов. Со временем популярность E3 стала резко падать, а в период пандемии и вовсе необходимость проведения онной сошла на нет. Игровые издатели стали организовывать презентации своих игр самостоятельно, результат чего мы могли видеть совсем недавно – большая часть крупных издателей отказалась от участия в E3 в этом году, отчего выставка так и не состоялась по причине недостаточного количества участников. А теперь стало известно, что Совет уполномоченных по туризму в Лос-Анджелесе опубликовал информацию о грядущих мероприятиях в районе проведения выставки, отметив, что E3 2024 и 2025 отменены. Отметим, что многие игроки вовсе не рады тому, что игровые мероприятия, организованные самими компаниями, теперь размазываются на целый месяц. И желание вновь сформировать презентации проектов вокруг E3 определенно есть – это сделало бы шоу более концентрированным. Только вот теперь и вовсе непонятно, что в итоге предпримут организаторы выставки, и удастся ли им вновь привлечь на крупные события достаточно студий. Появилось немного любопытных подробностей о проекте Смута, уже хоть и не настолько, но все еще таинственной ролевой игры от разработчиков из России. В своей группе во ВКонтакте авторы рассказали, что игра будет поделена на сюжетные акты, которые, в свою очередь, будут включать сюжетные побочные квесты. В процессе прохождения главный герой посетит достоверного созданные города той эпохи. Среди них выделяются Ярославль, Нижний Новгород, ну и, конечно же, Москва. Боевая система игры предусматривает контратаки и добивания, почти как в серии «Бэтмен Архэм». Простите, не мог удержаться. А помимо людей, противостоять нам будут также и дикие животные, которые того и норовят разорвать протагониста на мелкие клочки. Не забыли разработчики прокомментировать и слитые ранее кадры геймплея, графика на которых была, мягко говоря, не очень, а лицевые анимации отсутствовали как факт. По словам представителей Сайберя Нова, был слит самый, что ни на есть, промежуточный билд, не отражающий реального технического состояния на момент текущий. Озвучка была выполнена профессиональными программистами. Анимации, хоть и по-прежнему нет, но они обязательно будут. А вот чего, вероятно, не будет, так это версии для консоли, ввиду сложности размещения игры в магазинах он их на сегодняшний день. А потому, по крайней мере, для начала придется довольствоваться только версией на ПК. Компания Microsoft поделилась неутешительными данными. Ну, неутешительными скорее для самой Microsoft, так как информация касается их неудачливого проекта Redfall. Игра, как известно, сама по себе звезд с неба не хватает, так еще и вышла не бог весть в каком состоянии. Вездесущие баги, которые пытаются залатать и по сей день, а также невозможность поиграть в 60 фпс на Xbox, похоже лишь верхушка огромного айсберга. Судя по всему, эксперимент от студии Arkane Austin не сумел даже окупить затраты на игру. Продажи, по словам представителей Microsoft, оказались катастрофическими, несмотря на некоторые оговорки, вроде того, что игра вышла в том числе и на Game Pass. А потому велика вероятность того, что сообщество игры будет поддерживать ионную совсем уж недолго. Речи даже о нескольких месяцах отнюдь не идет, хотя патчи вроде как все же продолжат выходить. И на том, как говорится, спасибо, но больше не надо. Как известно, оригинальный Алан Уэйк был вдохновлен классическими произведениями в жанре триллера и хоррора, в числе одного из авторов которых был и писатель Стивен Кинг. Главный герой игры Алан Уэйк цитирует его во вступительном ролике игры. И по словам сценариста экшена Сэма Лейка, Кинг взял с разработчиков всего-навсего один доллар за возможность использовать данную цитату, что являлось скорее чисто символической суммой, но безумно обрадовало разработчика. Лейк, будучи поклонником автора ужастиков, мечтал вставить какое-нибудь из его высказываний в свой сюжет. Напомним, что то была фраза следующего содержания. «Кошмары существуют вне логики, и в объяснениях нет ничего смешного. Они противоречат поэзии страха». Ее автор Кэрри Исияния опубликовал в 2008 году в рамках статьи, где он критикует Голливуд за неспособность создавать фильмы ужасов. А сейчас время для рубрики «Блиц» — игровые новости коротко. Цифровой магазин WK Play решил порадовать большими скидками, поэтому случаю ролевой шутер Atomic Heart отдают со скидкой 34%, что является самой большой скидкой с момента релиза. Таким образом, стандартное издание игры обойдется в 1649 рублей. В Steam данная скидка также действует, однако для пользователей из России и стран СНГ игра в этом магазине по-прежнему недоступна. В рамках релиза Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, что выходит 26 сентября этого года, компания CD Projekt планирует расширение коллекции мерча по игре. Так, в коллаборации с Dark Horse представлена линейка фигурок с персонажами Киберпанка. Среди них персонаж дополнения Соломон Рид, роль которого исполнит Идрис Эльба. Стоимость фигурки составит 60 долларов. Помимо прочего, также ожидается переиздание фигурок Джуди, Панамы и Адама Слэшера. Все по аналогичной стоимости. В Starfield будет реализована возможность изменять размер игрового шрифта. Таким образом, разработчики из студии Bethesda заботятся о геймерах с проблемами со зрением. Но, помимо прочего, данная функция будет полезна во время игры на ноутбуке или любом другом устройстве с экраном поменьше. В игре очень много текста, и аккурат после критики интерфейса игры из уст специалиста по доступности, разработчики пошли по пути и доработки оного. Разработчики симулятора жизни The Sims готовятся провести презентацию грядущих проектов, по случаю чего был выпущен соответствующий анонс и опубликовано расписание мероприятия. В рамках ивента компания Maxis расскажет о Project Rene, который может оказаться The Sims 5, о мобильной версии The Sims и The Sims Freeplay, а также грядущем дополнении для четверки под названием Horse Ranch Expansion Pack, где игрокам станут доступны конные ранчо. Начало презентации запланировано на 27 июня в 16.00 по Москве. Актриса Вупи Голберг, что недавно жаловалась на невозможность поиграть в Diablo 4 на системе MacOS, пошла с компанией Blizzard на мировую. Очевидно, что просьбы сделать игру доступной для данной платформы остались разработчиками проигнорированы, однако Голберг, похоже, отнюдь не в обиде. Актриса призналась, что понимает невозможность принимать подобные решения без ведома издателя, поэтому благодарна хотя бы за то, что разработчики пошли ей навстречу и хотя бы вернули деньги за игру. Разработчики Horizon Forbidden West решили почтить память почившего актера Лэнса Рэддика, сыгравшего одного из героев игры. Однако сделали это весьма специфичным образом. Авторы разместили небольшой мемориал, который, однако, можно посетить только приобретя платное дополнение Burning Shores. Стоит ли говорить, что далеко не все игроки оценили по достоинству подобное... своеобразное решение? Студия Nixis, известная по ПК-портам таких проектов, как Horizon Zero Dawn, Spider-Man Remastered и Ratchet & Clank Rift Apart, выпустила короткое видео, в котором была затронута тема работы над ремастерами игр Sony. Судя по всему, студия в скором времени займется обновлением какого-то проекта с PlayStation, а учитывая, помимо прочего, их приличный опыт портирования игр на ПК, в голову приходит лишь одна игра, на которой все вышесказанное сходится воедино. Речь, конечно, о горячо ожидаемой ПК-версии Bloodborne, но на данный момент разработчики держат информацию под семью печатями. А сейчас пришло время для постоянной рубрики «Цирк с конями». И опять 25. Молодая геймерша из Подмосковья решила блеснуть интеллектом. Да не где-то там, а в мобильном приложении, благо обещались солидные призовые в 6 миллионов рублей. Однако предсказуемо оставили в жестком минусе, так как приложение оказалось сюрприз-сюрприз мошенническим. Сообщается, что медработница из города Руза наткнулась на данное приложение на каком-то подозрительном сайте, но решила рискнуть, всего раз живем, чего уж. Как уже было сказано ранее, за победу в интеллектуальной викторине обещали приз. Да вот только после каждого правильного ответа, чтобы двигаться дальше к финалу. Охочему до награды игроку предлагалось ввести номер карты, так как за участие списывалось определенное количество денег. Правила девушку не смутили, и она стремительно продвигалась все дальше и дальше к финалу. На момент Тонова геймерша перевела сумму в размере 357 тысяч рублей. Тогда-то ей пришло заветное уведомление о выигрыше 6 миллионов. Только вот для того, чтобы их получить, требовалось всего ничего. Оплатить комиссию в размере 2 миллионов рублей, что девушка, в общем-то, и сделала. Сразу после этого игра стремительно завершилась без лишних финальных титров. Разумеется, никаких денег медработница не получила. И в качестве комментария к этой смешной, но очень грустной и трагичной новости, я вас призываю, друзья, проведите разъяснительную беседу со своими близкими и родственниками, которые менее опытны в интернете. Почему не надо скачивать и пользоваться приложениями с разных подозрительных сайтов. И на этом выпуск подходит к концу. Надеемся, он вам понравился. Если да, то ставьте палец вверх. Ну и подписывайтесь на канал, а также бейте в колокол для того, чтобы быть в курсе новых выпусков.